Сегодня утром российский фондовый рынок открылся снижением. Рубль продолжает ослабевать по отношению к доллару и евро. Цены на нет снижаются. Для такой негативной динамики сегодня есть несколько факторов. Во-первых, это итоги референдума в Греции. По предварительным результатам греки проголосовали против принятия мер жесткой экономии. Это означает, что отказ от предложенных МВФ мер может привести к дестабилизации экономики Греции и дестабилизации экономики Евросоюза. Собственно говоря, это означает, что экономика ЕС будет замедляться и проблемы с Грецией будут усложнять ее рост. Собственно говоря, на этом и упали нефтяные котировки, так как проблемы в Европе означают падение промышленного производства и падение спроса на нефть. Снижение нефтяных котировок, в свою очередь, вызвало ослабление рубля. Что касается пары евро-доллар, то сегодня она показывает рост. Однако ходят слухи на рынке, что Банк Швейцарии осуществлял ряд интервенций, чтобы развернуть пару наверх. Если ситуация с Грецией будет усугубляться, то непосредственно пара евро-доллар перейдет к снижению. Соответственно, это дополнительное давление на рубль по отношению к доллару, так как доллар будет серьезно укрепляться. Что касается цели на сегодня, то пара доллар-рубль будет стремиться к отметке 56,5, а пара евро-рубль к отметке 62,5-63.